С главными событиями этого дня в студии Надежда Литкова. В регионе завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. По итогам трехнедельной работы профильной межведомственной комиссии к началу 2016-2018 учебного года приняты 70 и 77 учреждений образования. Также полностью готовы к началу учебного года все 10 организаций дополнительного образования и 3 организации среднего профессионального образования. Об этом на еженедельном совещании губернатора доложила Галина Медведева. За неделю до 1 сентября к учебному году готовы 90% учреждений. Сегодня приемная комиссия, куда входят специалисты МЧС России по Ненинскому округу, Окружного управления, Роспотребнадзора и профильного департамента, готовится к новому сезону и учреждения культуры. Накануне стало известно – три сельских учреждения нуждаются в ремонте. По словам Галины Медведевой, на сегодняшний день в ДК Харивера протекает крыша и не прогреваются полы. Есть проблемы в Лабужском и Пылемце. Думаю, что необходимо еще раз директорам домов культуры и главам подключиться. Это написать письма, прежде всего, за Полярный район. Эти дома культуры еще на гарантии после ремонтов и строительств. Поэтому, думаю, что необходимо инициировать проведение рабочей группы и работу с подрядчиком за Полярный район. Игорь Кошин поручил заместителю главы администрации за Полярного района Андрею Мухину взять вопрос ремонта названных домов культуры под контроль. Не первый раз на планерке поднимают вопрос нехватки специалистов на селе. Где-то не хватает квалифицированного пекаря, в каком-то поселении нет постоянно проживающего участкового, как, например, в Индиге. Губернатор призвал глав муниципальных образований создавать соответствующие условия, чтобы специалисты приезжали в села и оставались там работать. В то же время необходимо проанализировать трудоустройство выпускников окружных образовательных учреждений. Один из главных показателей эффективности руководителей наших учебных заведений, это должно быть процент трудоустройства по специальности. Потому что нам пора уже отходить от того, что у нас наши техникумы, колледж и ПТУ, это просто времяпрепровождение. Ребята должны получать реальную специальность и всем, чтобы была возможность потом получить реальное рабочее место по профессии. Для решения кадрового вопроса на селе глава региона поручил создать рабочую группу, куда войдут все заинтересованные учреждения и организации.